Привет, друзья! Я рад вас приветствовать у себя на канале! Мы сегодня с вами поговорим об одной очень-очень важной теме. На самом деле эта важная тема касается, ну, преимущественно кондитеров, которые работают в ресторанах. Хотя это применимо и для витринных десертов, для тортов и для многого всего. Мы сегодня будем говорить о кнелях. Кнель, канель, канюль, там, не знаю, у всех свое произношение. Это вообще это кнель, ну, по-русски, да, если переверить французское кнель, то это будет вот слог и теряется и у нас остается кнель. Это делается легко, это делается ложкой, столовой, чайной, любой ложкой, но очень важный момент это форма весла или как это называть черпак. Вот, павара тоже используют, но на самом деле именно вот этот скилл, который сегодня я вам буду показывать, это именно для кондитеров, потому что те вот эти поварешки, они двумя ложками делают, это не наша схема, это нам не подходит. На самом деле это необходимый скилл в современном мире любого уважающего себя кондитера. И если ты еще не умеешь делать, катать, крутить кнели, как ты там это называешь, я не знаю, но мы это называем скатать кнели, я больше не буду отходить от этого терминологии, да, все запомнили, мы кнели катаем. Я вам покажу свой проверенный железобетонный метод, которым я учу людей эти кнели катать. Я очень часто прихожу в рестораны и наблюдаю эти кривые страшные кнели, которые накатали в кондитерте. На самом деле мои тоже иногда ребята катают такие страшные, слава богу, что я всегда же стража, либо я, либо су-шеф, и мы контролируем, мы не выпускаем в зал вот этих вот страшил, которые иногда люди наделывают. Так, что нам потребуется? Прежде всего, мой вам совет. Начинайте тренироваться кнелями, взяли сливочное масло, взбили его в миксере, либо ручками, как вам удобнее, я бы предложил вам миксер, потому что потом вам этими руками кнели катать, вот, и их лучше не переутверждать. Также у меня тут готова горячая вода. Горячая вода, это тоже очень важно, потому что катать масло лучше с горячей ложкой и мороженое. Ну мороженое, ладно, там потом в будущем, со временем, когда вы руку набиваете, вода может быть и холодная, но когда вы только начинаете тренироваться, возьмите себе горячую воду. И самое важное, это ложка. У меня тут есть несколько ложек. Есть главная моя ложка, которой я катаю кнельки, ссылка на чувака, у которого их можно приобрести, будет в описании. И есть еще, есть вот такая вот ложка, она на самом деле тоже подходит для кнелек. Мы сегодня всеми будем катать и всеми посмотрим, какие ложки подходят, какие нет. Это тоже более-менее для кнельки подойдет. Вот это вот на самом деле вообще нифига не для кнелек она не подойдет. Это то же самое, видите, черпак у нее какой круглый, но мы ими скатаем тоже. Скатаем, посмотрим и в общем сделаем с вами вывод, какого размера и какой формы должна быть ложка для того, чтобы скатать ту или иную кнельку. Но на самом деле тренироваться можно на любой ложке, это не важно. Вам главное понять саму технику, сам процесс. Берем наши ложки, отправляем их в горячую воду, пускай они там лежат. Мы возьмем правильную ложку самую. Итак, показываю. Сначала подготовим наше масло или мороженое, чтобы было место. Теперь техника такая. Мы берем ложку, берем ее вот так, то есть у нас указательный палец находится под черпаком. Почему? Потому что потом мы будем, сначала мы набираем ложкой масла и потом мы будем это вот этими пальцами прокручивать, а вот этим мы будем придерживать для того, чтобы взять и вытащить. Сейчас я вам покажу. Итак, мы набрали масло и потом провернули и вытащили на себя. Оп, у нас получилась кнелечка. Давайте еще раз, все раз, два, три, оп, кнелечки. Теперь давайте возьмем вот эту ложку. Делаем все то же самое, набрали, оп, провернули, положили, немножко кривовато. Давайте еще одну, не забываем для себя все здесь подровнять, чтобы нам было удобненько. Туда взяли, потом проворачиваем и тащим чуть-чуть на себя. Вот, у нас получаются вот такие кнельки тоже нормальные, но, конечно, чуть-чуть форма отличается. Давайте мы возьмем ту, которая оптимальная для кнельки. Не забываем ложку прогреть. Видно, да, что здесь она прям такая прям заужается, очень красивая. Вот эти все-таки так не получаются. Давайте мы оставим вот эту одну, она у нас будет образец, а эти вот мы соберем обратно. Так, теперь берем вот такую ложку. С ней тоже должна получиться красивая кнелька, судя по ее форме. Ну, более-менее, кстати, тоже ничего. Давайте еще одну сделаем. Тоже симпатичная, но вот эта первоначальная, более вытянутая такая, более аккуратная, мне кажется. Это у нас еще одна ложка кнелька, которая должна получиться хорошая. Ну, такая тоже пузатенькая. Пузатенькая, но похожая на кнель, все-таки такая вытянутая. Я думаю, что теперь слово кнель всем уже понятно, что это значит. Чем удобно с маслом работать, что вот покрутили, покрутили, покатали кнельки, собрали, обратно закинули, разровняли и пошли дальше руку свою набивать, тренироваться. И теперь у нас пошли кнельки не совсем, ну, ложки точнее, не совсем правильной формы. Совсем пузатая. Из нее какой-то шарик получается, такой полушарик. Да, ну, тоже ничего, кстати, симпатичного, не совсем, правда, кнелеобразная. И вот у нас есть еще одна ложка, совсем круглая, совсем уже худенькая. Ну, это прям шар, прям шарик такой. Ну что, как вы видели, да, от формы ложки очень многое зависит. На самом деле можно скатать кнельку любой ложкой. Реально, любой. Я вам, на самом деле, рекомендую для начала все-таки себе купить правильную ложку для кнелей. Вот такая вот ложечка. Она, как бы, имеет продолговатую форму, сужающуюся как книзу, так и кверху. Не очень большой глубины. А вот эта ложка где-то 21,5-22 см. Ссылочка на парнишку, который их продает, будет в описании. Вот, обязательно заходите к нему, подпишитесь. Если вам интересно, он доставляет по всей России. Можете заказать для себя. Вот. Всем спасибо большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Оставляйте свои комментарии. Обязательно сами попробуйте покатить, покатайте, покрутите кнельки. Пофоткайте и отправьте мне посмотреть. Мне очень интересно, получается ли у вас воспользоваться моей техникой. Всем пока!